Европейское кафе 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 а также руководитель отделения наношенных историй идуардовского коллеги. И сегодня буду мадрировать лекцию перед тем, как передать слово Перу. Скажу несколько слов, власно, про нашего шведского гостя. То есть, конечно, буду уже у часы международной академии сказать про шведское сфильмискоданно, потому что, напомню, Пер, как человек, который каждый пару месяцев меняет местных хорств и объездил весь свет, и сейчас собирается, стало проработать в Сингапуре, поэтому это уже, напевно, сейчас, правда, таки космополитический представитель международной академии. Но я могу сказать, что я самостоятельно познакомился, когда не помиляюсь, в Новом Орлеане. И перед тем, как вести в Устальце, мы, правда, почали не обмерковать наши охлажденные зацикавленности. Ну и Пер оборонил диссертацию в Канаде под керамистом Дэвида Маркса, про историю белорусского национализма. Ну и, в общем, я где-то появляю себе, что эта диссертация стала поставой для книги «Rise and hope of Belarusian nationalism». В общем, вы видите тут назву, которая вышла во университете Питтсбурга в Снежне минулого года. Ну и, в принципе, я так само рекомендую вам эту книгу, пошукайте, почитайте. Ну, при нам все, мне подается, что для глуманной аудитории она может быть назвучей циковой, потому что это, собственно, такое достаточно оборонтованное доследование. Первые третины 20-го года взятых речей, которые не прописывались. Ну и я думаю, что, споделюсь, что и в этой лекции, которая будет учена сегодня, будет некие речи цикавые для нас, как позиция звонку. И, коль ласка, передаю вам слово. Я подготовил лекцию на английском языке, потом я говорю, сказал, вы не можете это по-русски лекцию читать. И вот я буду стараться. Русский язык не есть моим родным языком, это мой четвертый язык. Я привык преподобаться на немецком или на английском. По-русски не очень часто, так что я больше всего пассивно использую русский язык, особенно в последние годы, когда я больше занимался украинскими делами. Но так что я буду стараться все это по-русски сказать. Если есть какие-то моменты, когда не ясно, тогда вы мне поможете, да? Да, да. Так что, в принципе, я отнесывал эту лекцию как просто такое неформальное, несколько слов про мои новейшие книги про белорусского национализма. Есть несколько, я вижу несколько лицов, которые историки, которые эту тему довольно хорошо знают. Но все-таки я хотел это несколько слов сказать для общего читателя, который может интересоваться этими делами. Сначала я хотел сказать, когда мы разговариваем о национализме, о национализме белорусского, я бы хотел объяснить, что с национализмом в этом понимании я имею в виду просто вообще стремление артикулировать какую-то политическую программу, проекту в имени определенного национального общества. Так что национализм само по себе имеет особенно в советском и по советскому контексту довольно-таки негативные такие понимания. Я просто сейчас использую национализм в этом понимании, просто это как сверхидеология, какая-то программа желания артикулировать программу именно определенного общества, в этом понимании белорусского, в этом данном случае. Белорусский национализм во многих есть довольно интересный, потому что он был один из последних национализмов, который появился в Восточной Европе вообще. Мой коллега и хороший историк Валерий Булгаков, он писал, я думаю, что корректно, что белорусский национализм в принципе за 60 или 80 лет после украинского национализма появился. Если первая украинская мовная газета появилась в Афгаличине в 1848 году, первая украинская газета, которая появилась регулярно, была только в 1906 году, так что почти 60 лет попозже. Если первая перевода Библии на украинский язык появилась в 1922 году, первая белорусская только в 1973 году. Так что во многом есть общие рисы между украинским и белорусским национализмом, но тоже очень большие такие случаи, когда они расходят, немножко по-другому развиваются. Что касается белорусского национализма, отсутствовала после 1832 года национальная религиозная такая организация. После того, что царская власть запретила греко-католическая церковь на территории Российской империи, не было возможно организовать какую-то белорусскую, использовать религиозную организацию для основы для украинского национализма. После запрещения греко-католической церкви белорусское общество было разделено. В принципе, 70 или даже 80% белорусов были православнее, 20-30% ремокатоликов. И в отличие от Галичины, где греко-католическая церковь была вообще самый мотор украинского национализма, где священники играли особенно важную роль, этой возможности в Белоруссии не было. Это тоже было несколько общей рельгиозной восточной Украины. И, конечно, Белоруссия, это было, в принципе, как и украинцы, крестьянский народ. Там, в принципе, среднего класса было, в принципе, нет. Это крестьянский народ. Города в белорусском ясничном территории, которые националисты понимали, как белорусская нация, в принципе, доминировались евреями. В этом городе, в Минске, если не ошибаюсь, в 1897 году было, в принципе, приблизительно 59-56% населения были евреи. Много из них говорили на ядыш. В Вильню, там тоже, в 1890-е годы, там тоже было около 45% евреев. Так что в Белоруссии была довольно такая невеликая, небольшая группа городов в Белоруссии. Около 10% населения Вильнюса были в Белоруссии. Конечно, значительно больше, чем литовцы, конечно, но все-таки это довольно такая небольшая группа. Это, в принципе, сельянское население. И, в принципе, до революции 1875 года было, в принципе, невозможно организовать свободно политические движения в Сарской России. Так что первая белорусская, если так можно так сказать, националистическая организация, то есть организация, которая выросла из себя и артикулировала программу во имени определенного белорусского населения, в определенном обществе, появилась только в втором году белорусская социалистичная храмота. И только после революции 5-го года было возможно издавать более-менее регулярно белорусские язычные газеты, как и Наша Нива, которая имела особенно важное влияние на белорусские, ранне-белорусские национальные движения. Были разные программы. Белорусским националистом была, поднюдь, не самая влиятельная программа. Были другие попытки артикулировать белорусские национальные программы или местные национальные программы в среде других программах. Один, конечно, был западно-руссийский программ, который поддерживали российские правительства после того, что они соборонили греко-катольскую церковь в 1839-1839-1839-1839. В принципе, они понимали русский народ как народ, который имеет три ветки. Белорусы, они не считали отдельный народ, но часть этого большого русского народа. И, в принципе, они это трактовали, использовали чтобы противоречить, чтобы противоречить польское влияние на эту землю. Потому что поляки там довольно много были, и поляки там были выше, так скажем, образованные, в принципе. Их такие национальные идеи были намного больше ярко, высказанные и сильнее, чем белорусские. И, в принципе, политики царской России не было конкретной национальной политики еще до национальных меньшинствах. Во многое они использовали такие слова, которыми тоже, те, которые занимаются брешневские, хрущевские части, может, вы знаете, так, слияние, сближение, что сами методы белорусы, это более-менее, они определенные в слиянии с великим русским народом. Те люди, которые считали себя, что они принадлежали к польскому культуру, они тоже имели свою определенную местную культуру. И после 1860-х годов появились такие движения, краевские движения, краевощь, для тех поляков, которые имели такие особенные отношения к местной восточно-польской земле. Они были пописаны польскоязычными, но отеляли, считали себя другими, чем поляки в самом Польше. Они идентифировались, признали себя наследственники великого княжества литовского, и имели особую идентичность краевской, и признали себя как члены какой-то культуры определенной, которые были и белорусские, и польские, и литовские, которые были местными. Так что было несколько такие, так скажем, false starts, как Эндрю Вилсон пишет. Такие национальные программы, которые не были обязательно белорусские национальные программы, но все-таки национальные, но местные национальные программы. И, в принципе, белорусы, они приняли очень активное участие в восстании 1863 года. Они участвовали, но не участвовали в имени какого-то определенного белорусского национального программы. Самые активные члены, активисты этого восстания были поляки, и они, в принципе, высказали свои недовольствия в социальных терминологиях выраживали это, так скажем, не как представители какого-то некого белорусского национального программы. Но все-таки первая белорусская газета появилась, белорусская язычная газета Казио-Скальновского была «Мужицкая права», 1863 года, которая была написана на местном языке, хотя Нелесианская описывает эту газету как национально сведомая газета. Имперские правительства отвечали и собранили и украинский язык, и тоже начали репрессии после белорусско-ясичных изданий и запретили публикование белорусско-ясичных изданий. И другая проблема была, конечно, тоже, что уровень образования в белорусских семьях особенно низкий был. Только 6% детей шли в школах, ходили в школах в 90-х годах. Так что уровень образования был низкий и литовской земли и белорусской земли особенно бедными были. Но они в принципе немножко отделились в этом понимании, что литовцы имели выше уровень грамотности, чем белорусы. Это тоже определили римско-католистскую часть белорусского населения, которые имели вообще выше уровень образования. И поэтому не странно, что довольно много ранних белорусских националистических активистов были римско-католиков. Хотя они были бедные, они имели лучше образование. И если мы смотрим на схематическую карту Восточной Европы, проблема конечно в этом периоде была, что ранне белорусские националисты считали ее столицу Вильнюс и Вильня. И Вильня это был конечно город, который тоже литовский и литовские националисты считали, что это их будущая столица. Население Вильня, там 45%, 43% были евреи. Для евреев это тоже было одним из самых крупных центров еврейской культуры. Они считали это Йерусалем Мисрех Европы, то есть Йерусалем Восточной Европы. Особенно такой важный центр для бундистского движения, то есть секулярное социалистическое еврейское националистическое движение. И конечно город сам находится в Российской империи. Поляки тоже был очень важный элемент и хотели тоже, что если Польша станет независимой штурмой, конечно Вильнюс должна войти в состав будущей Польши государства. Так что для такой latecomer, такой постный националистический рух, белорусский, движение как белорусский, была конечно проблема, что они уже имели свои конкуренты. Более такое развитие националистических движений, как литовские, польские, тоже еврейские, и русские движения. Так что когда было возможно более или менее свободно выращать свои точки зори, выращать себя свободно, газета «Наша Нива» имела огромное значение для раннего белорусского национального движения. И все такие активисты, поэты, которые имели очень большое влияние на белорусское движение, там опубликовали свои статей, там не только были поэзия, фелитоны, литература, но и тоже политические, исторические статей появились, этнографические, такие типичные для ранее националистические движения. И они все сознательно выбрали белорусский язык как свой, так скажем, как инструмент для мобилизации, для социального мобилизации. Хотя все лучше писали по-русски и по-польски, даже были люди, которые лучше писали по-виду, чем по-белорусски. Они выбрали белорусский язык, потому что они считали, что это наш язык. Они считали себя белорусами и артикулировали свои программы по имени белорусскости. Это было что-то совершенно новое. И их программа, что интересно, что характеризирует ранее белорусское движение, это что в принципе это левое движение, как и ранее латышкое, литовское и украинское тоже националистическое движение. Они были левые, они хотели передавание земля христианам, они верили в какой-то определенной социалистической форме организования экономики, организования кооперативов и основания институций для образования белорусского народа. Я бы считал это статья из нашей НИВы с 1907 года. Может быть не должен это читать. Такие статьи появились. Они были начать с самым началом организовать политическую и социальную жизнь в Беларуси. Объяснить, что такое основания гигиены, что такое бактерия, что такое болезни, когда люди и как заболеют. Просто объяснить. Если с такими очень простыми вещами, вы можете обеспечить уровень чистоты, вы можете избежать довольно тяжелые болезни, которые были очень развитые белорусские такие земли. Средний возраст, когда литовец или белорус умер от average life expectancy, было около 30 лет в 1910 году среди литовцев и украинцев. Очень много умерли от болезней. Так что только объяснить, как просто самая, так и простая хигиена, это для нам сто лет позже, это просто кажется немножко смешной почти, но это только свидетельство о том, настолько гигантически была эта программа, они должны были начинать с самого початка с этого решения. И когда эти крестьяне белорусские, 80% из них были неграмотными, когда они сами не могли понимать, что такое национализм, что такое белорусскость, они были вынуждены послушать, что говорили, как представили себя этнографы. Это довольно небольшие слайды белорусской общины, которые развивали себя, выражали себя во имени белорусскости. И в отсутствие сами идентификации местных людей, они использовали этнографические даты. Например, исследование профессора Евгима Карского 1903 года. Вот он определил именно, где живут белорусы, и кто они, и где они расшиваются. так что движение, если вообще можно говорить о белорусском движении еще до Первой мировой войны, начиналось очень таки неграндиозно, но просто с небольшими группами, как началось и словацкое, и чехское, и эстонское, и финское национальное движение. Так что это исследование интеллектуалов играло довольно большой ролл. И книга Явхинкарский, которую я видел сегодня в книжном магазине, сейчас перепечатана в трех томах Белоруссии, определил, кто Белоруссия, как их можно описывать. Митрофан Дамар Сапольский даже развивал доктрину, как описывать, что такое Белоруссия. Появилось, в принципе, два школы. Дамар Сапольский представлял себе Белоруссию как самая чистая, самые чистые представители славянской культуры. Они не были смешаны с никакой монголами, с татарами, с финнами, а с самыми чистыми славянами. Властовский немножко по-другому представил себе белорусскую общину, общую венность. Он думал, что они были балтический народ. Их предки были на полу мифологические кривичи, то есть балтийский народ, которые стали славянами, приняли славянский язык. Так что, в принципе, они все согласились все-таки, что Белорусси отличались почему-то от великорусских и от украинцев тоже. Но они могли за 100% согласиться, что такие есть такие самые такие эссенции, то есть эссенции белоруссии. Сложности. Сложности. Белорусскости. Ясип Лёсик и Бронислав Тарашкевич тоже определили стандартизацию белорусского языка. Было очень важно переделать этот, так скажем, этот район, эту область, эту частную Европу, которую много понимали как переходная сона, переходные диалекты между польским и русским и определить, что это на самом деле язык в своем in its full in its own right, сам по себе этот язык. Так что с from borderlands to heartlands, с края в страну, да, как можно сказать. И, в принципе, Аркадь Смолиц в своей географии Белоруссии, которая появилась в несколько изданий с 18-го года до середины 20-х годов, он там, как и шведский финский немецкий этнограф тоже занимались, хотели категоризировать и найти самые типичные представители белорусскости. Вот такие типичные белорусские старые господа и сельяне, такие типичные эссенциальные белорусские в Семенской области. и националисты понимали себя просто как в принципе как этот адлебриз, как эта сигнатура белорусского ведомства Клеткина, где напечатались эти книги. Они буквально видели себя как люди, которые привели свет к темным, отставшим людям. Они говорили о терминологиях, что они привели свет к темным, отставшим белорусским людям. Они расширили зерна, чтобы завтра будут сведомые, образованные белорусские люди. Они видели это как огромный национальный проект. И, конечно, для этого надо понимать, где Белоруссия, что белорусская культура, что самая эссенция белорусской культуры. Вот такие. Поэтому категоризировать и такие выражения национальной культуры, как выживание, вопротки, такие, национальные одежды и так далее. Из этой огромной пограничной они понимали, перепонимали это понимание страну. Вместо переходного диалекта они объявили, что это настоящий язык. И в белорусском пространстве тоже они представили себе есть такие corelands, heartlands, в середине, как это понимают, heartlands. Центральные земли, центр. Центральные земли, так что из периферии они срубили центр, да. все это манилось после того, что начиналась первая Сосветная война. И особенно после того, что Российская империя проиграла битву в Таненберге. И начали немецкая армия двигаться на восток. И тогда начиналась настоящая паника в белорусские земли. Белорусская православная церковь и казаки поехали в деревню и объяснили в принципе неграмотные люди, что немцы скоро придут, они насиливают женщины, они стреляют детей, они распятают мужики. И просто началась паника. Это была приблизительно такая же пропаганда, которая расширивалась и в Канаде, и во Франции, где было, так скажем, в желтом прессе такие рассказы, немецкие судаты совершили страшные преступления против бельгийских, французских цивильных населения. И началось население двигаться на восток. Не меньше 2 миллиона людей избежали, особенно из белорусской земли. И большинство из них были православные. Католики и евреи в принципе остались. И это имело парадоксальный результат, что в принципе этнографические сападные границы Беларуси рухались на восток. Так что раз немцы пришли, ну конечно во многих, там было очень много брутальных людей, но самая политика немецкая еще до литовского и белорусского и польского населения в принципе была довольно либеральная. Особенно сравнивая даже с политикой, которая была после пятого года. Они не запретили, они отняли антисемитские законы, они разрешили литовцам, евреям, полякам открывать свои школы. и я не вижу тут Володя Владимир Ляховский тут, который писал блестяще про образование при немецкой власти. В принципе в 17 году не меньше чем 73 тысячи школьников учились на белорусском языке в так называемом Land Oberost, то есть это территории, которые были под немецкой оккупацией с 15 года. Проблема конечно было, что так сказать the intended recipients, так что клиенты этой политики в Беларуси были довольно мало, потому что 2 миллиона из них уже ехали. Так что раз были такие возможности организовать какую-то национальную жизнь, национальных основах, очень много людей отсутствовали. И те католики, которые остались, в принципе многие считались поляками. и начали ассимилироваться в направлении Польши. А в принципе немцы серьезно интересовали это национальное питание. В принципе они действительно были в шоке узнать, что там был народ, они думали, что тут живут русские. Поляки не знали, что такие поляки. Поляки это проблематические люди, такие уже были в немецкой другой рахе. это было довольно большое полское меньшинство, они были такие националисты, так что поляки в принципе не очень доверяли. И поэтому хотели, много из них стратегов думали, что можно поддерживать белорусский национализм как противовес против польского национализма, который в принципе их беспокоили больше, чем еврейского, литовского, или белорусского национализма. Они даже не имели слова для этого белорусского народа. Они описывали их как штамм, то есть племя, или фолькештам, фолькешаф, то есть мини-нация, или племя, национальная группа. Но они думали... Народность, может быть. Народность, может быть, да. Но в принципе так, они думали, что с правильной поддержкой они могут стать настоящим народом против поляков, против русскими. Так что в принципе они особо белорусам не любили, не любили в принципе. Просто могли их использовать в разные политические программы. И поэтому очень довольно щедро относились к белорусам. И вот в принципе этот «Das Land Oberost», это были территории, которые были под немецким управлением с 15-го года до 18-го года. Это в принципе Белосточная и часть Веленщины и область Гродно. Так что в принципе там были три года довольно-таки важные годы, когда могли белорусские националисты с помощью немецкой общности развивать белорусскую культуру. И братья Люцкевичев и Лостовский Владслав работали за немецкие гроши, за немецкие деньги. Подрешали их развитие белорусской языческой кассеты, театры, школы. Так что в принципе немецкие правления довольно там благоположительно относятся к белорусам. Но надо вспомнить, что самое большое такое течение белорусского национализма было не направлено на независимость. Но в принципе как и украинские националисты в то же время они были федералисты. Самый идеальный модель для них была федерация с демократической Россией или с демократической Литвой или с демократической Польшей. Конечно эта программа стала намного труднее после Великая Октябрьская Социалистическая Революция или Большевицкий Путш как по смаку как вам подобается. Но в принципе когда большевики пришли к власти было невозможно этот проект как эта федерация с Лениным и Джошинским и с большевиками Белорусские Националисты были повинны шукать другие руки с которыми они могли сотрудничествовать. Довольно интересные есть результаты выбора на Конституционном Собрании. Белорусские 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 имели имели особенно строгие поддержки от населенных. Не все конечно были Белоруссии Большевики не были те которые голосовали поскольку мы понимаем не были Белоруссии. Но вдоль фронта там большевики получили 66% голосов в Минской области больше чем 60% в Витебске тоже 58%. Только в Могилев там немножко меньше получили. В принципе большевиков было очень сильнее в Белоруссии. Но конечно много из них были солдаты которые были посланы на фронт и фронт шла через Белоруссию. Конечно на другой стороны белорусские национальные партии получили довольно слабые поддержки не больше 1%. Так что белорусские националисты до сих пор были довольно элитарные появления. И конечно эти выборы прошли не в Ландобер Ост где конечно национальное движение сильнее было но на восток от границы. А все таки националисты Белоруссии были сейчас повинны что-то делать раз после того что большевики пришли к власти. Надо сейчас при других условиях развивать подумать как дальше пойти. И они организовали в 5 декабря 17-го года тут в Минск городской театре легенда развивалась в диаспорной литературе там часто встретишь такую информацию что 1872 делегата всего Беларуси собрались чтобы организовать первый всебелорусский конгресс. На самом деле не знаю если наверное несколько из вас уже были в городском театре в Минске и это просто физически невозможно поставить 2000 людей в этом здании и мы знаем сейчас по материалам Рак Михайловского который там был председателем что на самом деле там было 300 или 400 может быть 500 делегатов а не какой 2000 все-таки это довольно такое важное такое событие в развитии белорусского национализма и они объявили что они хотели основать единственный белорусский орган 36 Великой Рады которые объявили свое желание основать армию и прогнозить несовершенность конечно большевики их выгнали 17 декабря и это когда большевики пришли это было невозможно это просто развивать движение при их условиях другой момент был тоже что литовцы сначала в союз с Германией объявили несовершенность в декабре 17 года и потом еще в феврале 18 года и раз литовцы решали что они хотели идти одни без белорусов основать государство на основе этичности на основе литовского языка вместо какой-то общей исторической спальшины с белорусами это тоже было довольно важным раз пресс-литовское соглашение было подписано 3 марта 18 года появилась другая ситуация опять сейчас не только не только ландоберост но и вся беларусь сейчас находился под немецкой оккупацией и это довольно щедрая довольно толерантная немецкая политика сейчас расширилась над всей беларуси и сейчас появилась возможность опять продолжать это проект который был невозможный после того что большевики распускали и 25 марта то есть две недели после того что немцы оккупировали Минск объявили белорусская народная республика над всей этнографической белорусской территории это самая главная сила была белорусской эсэры в принципе много из них были довольно левые фигуры но в принципе надо сказать что они претендовали на очень большую территорию которую они считали белорусской этнографической территорией но большинство этой территории население там которое было неграмотное вообще не имело понимания что такое национализм что такое даже Беларусь их понимание было такое местное религиозное идентичность в принципе так что трудно можно сказать говорить о массовой поддержке белорусского национализма и белорусской национальной идеи в этом времени а все-таки они делали очень много довольно важных шагов в направлении дальнейшего развития национальной идеи они основали флаги они звали флаги определили гербы национальные такие химны и основали институты которые были важны для белорусского национализма в принципе немцы их не поддержали но просто их терпели терпели это карта немножко такая контрфактическая и даже невидная кстати но в принципе понимание немцев это проект миттер европа если немцы выиграли бы первой сусветной войны которая была довольно так казалось что это самый верный результат первой войны оказалось летом 18 года они хотели оставаться государстве которые они к себе довольно близко приблизили они представили литовскую независимость выбрали немецкого князя как король литовского именем Миндаугас другого выбрали немецкий князь как король финляндии основали балтийское королевство Ливонии в Эстонии хетманат конечно под Скарпатским в Украине а в принципе никогда формально не признавали белорусского народной республики но все-таки их терпели и это конечно символика вам всем ведома флаг герб паспорта напечатали хотя конечно настоящие пограничники не были но все-таки желание иметь свои паспорта показать мир что есть такой народ как белорусы даже если мир не признавала эта республика было возможно есть несколько випадков когда люди даже путешествовали на эти паспорта военные билеты печатали старались основать белорусскую армию и даже были переговоры с Пельсудским который признавал белорусскую частину как часть польской армии но в принципе больше всего эти декларации были декларативные имели парадный характер но довольно важный парадный характер почтовные марки напечатаны на другом ряду это почтовые марки белорусской народной республики 20-го года и там выше там булаховцы там в Латвии там напечатали тоже почтовные марки но в принципе как идея сейчас идея белорусской стала намного легитимнее а все-таки когда большевики вернулись очень поздно в 18-м году они не только оккупировали эту страну они в принципе теоретически они признали независимость белоруссии по крайней мере на бумаге до основания СССР БСССР был в принципе технически независимая страна конечно в практике не было но все-таки первые БССР которые основали на первом январе 19-го года тоже объявили в принципе такие же этнографические белорусские территории в принципе почти идентические территории на которые претендували БНРовцы в свои времена и положил свою столицу свой химн свой флаг и все-таки национальная символика конечно эта республика недолго шла когда большевики отвоевали Вильнюс тогда они распускали республик и слияли эту республику с Литовским Советским Социалистическим республикой в Литбел ССР который объявили 27 января так что первой БССР только существовал 58 дней и Литбел несколько месяцев так что когда поляки шагали на восток они опять отвоевали Вильнюс и Минск Литбел распустили в принципе перестали существовать а БНР перевосстановили в выгнании в 20-м году и 30-го юля 20-го года переобъявили так скажем ДССР был где тоже один и другой эпизод сейчас не имею сейчас в этом говорить но Балаховцы тоже объявили себя настоящими представителями БНР так что Беларусь довольно-таки уникальна в этом понимании что там было не меньше чем 6 объявлений белорусской государственности в течение трех лет и остановили на этом три националистических так скажем и три советские и это была основа для двух традиций которые сейчас довольно сильно влияют до сих пор на понимание белорусскости белорусской таки национальной мифологии если можно это слово использовать вот Литвен 19-го года это тоже футчастно это было тоже первое восстановление это было на основании на принципе какое-то понимание великое княжество литовское что белорусы и литовцы почему-то там должны жить вместе они имели такую общую историю конечно на самом деле Гродно и Каунас и Биавусток не были конечно под советом в принципе фронт шла между Бильниусом и Каунасом но в принципе идея национального самоопределения и тоже большевики теоретически признавали в этом время тоже Польша появилась опять через 123 года отсутствия на европейской карте а польские националистические движения были расстреляны в принципе в двух частных одна частная была так называемая федералисты под Пенсусским которые хотели восстановить эту польскую государственность которая естественно в 1795 году так что восстановить первую республику польскую так что для них это была довольно такая большая федерация которая включает не только поляков но и тоже конечно евреев литовцев украинцев и белорусов другая школа это была группа так называемая индекция народовая демократия под дмовским которую хотели небольшую польшу но этническая польша польская этнографическая страна над этнографической польской землей так что две такие концепты да а то что западные союзники предлагали так называемый cursing line в принципе что польша должна получить земля на запад от от бога в принципе земля где поляки являются большинство предлагали полякам а присутствует сказал что если мы сейчас имеем возможность восстановить польшу если мы не берем эту возможность история нас никогда не пустит никогда не просит так что Пельсуцкий шел на далеко на востоке и оккупировал не только Минск но даже Киев и в принципе в 20-м году и в конце 19-го года даже казалось как будто была возможность перевосстановить первую польскую распространство вот Польсуцкий и Тимовский который всем вам выдуман Лостовский и Белорусская Народная Республика в Вегнании поехали в Версайе и старались показать союзникам Лой Джордж Клеменцо Орландо белорусские такие ну показать вот такие белорусские аргументы основания и признания белорусской державности и представили их эту карту конечно эта карта в принципе много это фикция но просто это интересно понимать просто националистическое мышление для них это Белорусс это вот это территория где белорусы живут для националистов это наша территория это где живут белорусы но конечно на самом деле эта территория довольно хетерогеническая территория была там была это была конечно тоже страна поляков литовцев и поляков и вот это сейчас видно но конечно этот Кешлайн не шла вдоль этот красный графический кордон и на запад этого это должно быть Польша но все таки эта территория которой поляки отвоевали довольно огромная так что летом 20-го года даже Киев опять через 300 лет был внутри границы полской державы но были под контролем поляками и Минск так что так оказалось что было возможно переостанавливать первый республик Польши но конечно раз большевики выиграли внутреннюю гражданскую войну России они конечно напали на Польшу под маршалом Тукашевским тогда генералом Тукашевским и даже до Варшавы дошли и летом 20-го года даже была такая реальная возможность что Польша могла почти как БНР и Украинская народная республика появиться и потом исчезать просто самое существование Польши было под погрозом в 20-м году если бы не было так называемое чудо на висвах когда большевики поляки могли выгнать большевиков Польша могла бы не существовать парадокс был тот что то что был результат этой польско-советской войны это был какой-то мир который никто не хотел мирный договор который был подписан в Риге в марте 21-го года было конечно для белорусских и для украинских националистов просто катастрофа Беларусь и Украина или украинские и белорусские территории были расстрелены со строгой границей между Советской Россией Советской Советы и поляками для литовцев это был конечно тоже что там случилось катастрофа литовцы которые хотели Вильнюс уважали Вильнюс как их столица поляки отвоевали Вильнюс и как результат Каунас новопроительство Каунас объявили в принципе холодную войну против Польши так что до 1938 года была закрыта граница даже невозможно было отправить открытку Литву в Польшу и конечно ситуация между Польшей и Советской Россией тоже была очень напряженная и конечно немцы были очень недовольны с версайском соглашением после войны так что это литовцы были недовольными пельсульскими были недовольными потому что их проект так и первый распространство не получилось Дмовский был недоволен его этнографическое Польша тоже не получилась это был компромисс с которым в принципе никто не был доволен и особенно белорусские националисты которые считали это просто конечно катастрофа а в принципе это перерисование переорганизование Восточной Европы тоже открывали новые возможности для националистической группы для националистической агитации Литва которая появилась в холодной войне против Польши основали министерство белорусских дел и писали даже в своей конституции что мы будем пользоваться не меньше 1% нашего бюджета чтобы поддерживать наши белорусы в Польше это была конечно попытка ослабить Польшу конечно Литва тоже дали гражданство руководящие активисты организации украинских националистов например Евен конвалиц путешествовал по всей Европе с литовским паспортом под именем Новака Литва поддержали все группы которые противостояли поляки коммунисты украинские националисты белорусские националисты так что появился такой парадокс что довольно такие короткие окна такие такое времени и литовцы и немцы и советы даже пенсусчики таки держили свой нос и поддерживали официально белорусский националист все говорили что белорусский националист есть такое вообще легитимное движение никто из них особенно любили сами по сердцу любили белорусского национализма но все таки это трактовали как инструмент для своих политических такие проекты но все это поддерживали сам этот концепт парадоксально хотя это не получилось белорусская державность не получилось все таки идея белорусскости поддерживалась многими актерами из многих разных парадоксальных причин вот ФБССР там тоже их там главный принцип был американский историк американско-канадский историк блестящий историк Терри Мартин описывает этот такой the guiding principle как the greatest danger principle самый принцип как это переводится the greatest danger principle наибольшей угрозы русского империализма и дадим белорусские украинские другие меньшинств приличные условия мы можем так мы можем так это единственный способ держать наши такие державы как ну под контролем они понимали что это чтобы переформировать это огромное пространство с Финлянди до Аляски такая отставшая неразвитая такая страна без конституции без такие основные закон большевики понимали что это надо переделывать в нормальную современную федерацию надо бороться против русского национализма и поэтому они признавали конечно организовали белорусские украинские разные такие советские республики но чтобы избежать эти проблемы внутри этих республиков они тоже объявили что в БССР там один признавали там что в этом республике должно быть 4 официальных языков чтобы избежать то же что белорусские националисты задавали еврейские и польские меньшинства но они тоже так что 4 официальных языков конечно русские белорусские ну и польские и ядыш и в пограничные регионы тоже регионально использовали тоже литовский латышский и украинскими языками они основали конечно тоже институции национальные академии инбелкульт белорусский державный университет и один аспект этого был тоже те что если они нормально прилично относились к своим украинцам к своим белорусам в Советском Союзе они могли тоже переигрывать поддержки белорусского и украинского меньшинства в Польше это тоже Сталин и большевики тоже хотели ослабить Польшу и в принципе советский модель организования общества стал довольно влиятельной довольно популярной в Западной Белоруссии в 26 году появилось довольно мощное движение как вы наверное все знаете белорусская сельянская ботинская громада по разным данным несколько джерелей даже кажется что там было больше 100 тысяч членов может быть даже 160 тысяч членов это было довольно мощное национальное движение в территории где белорусское население но это трудно сказать потому что поляки манипулировали эти такие данные но в принципе больше чем полтора миллиона белорусов может быть даже 3 миллиона белорусов были но все таки если было полтора миллиона белорусов при Польше это значит почти 10% населения были аргументование политически, это было довольно огромное движение белорусское в Польше. В принципе, они выиграли сердце, довольно много белорусов в Польше. Достаточно сильно, чтобы переконять белорусские народы республики в Гнадии, чтобы распускаться из себя и вернуться в Минск, и признать БССР как национальный дом белорусского народа в 1925 году, хотя небольшая группа, конечно, осталась на Западе. Окей, вот официальный квадролингвализм. Четыре официальные языки. Вот это вавильонские смешанные языковые, такая иммигрантская газета, иллюстрированные в России. Это в Минске в 1929 году. Четыре языковые. Если поедешь, если поехал на поезд до вокзала в Минске, там тоже видишь, там четыре официальные языковые. Минск, Минск, вот и так далее. А самая эта республика, которая была переоснована в 1921 году, была очень небольшая. Это в принципе была в Минской области. А раз, как часть этой национальной политики большевиков, они волновались, что в Белоруссии было слишком мало националистов, а на Украине слишком много. Так что они, конечно, расширили БССР в 1924 году, и еще в 1926 году тоже добавили и Хомельщины. И это привели к тому, что географический центр Белорусской ССР двигался на восток. Так что парадокс был тот, что они решали в 1927 году, что мы должны белорусизировать всю республику. И высшее образование, и газеты, и фильмы должны быть на белорусском языке. И мы должны это перевести в течение 6 месяцев для преподавателя на университете, а на 18 месяцев для средств массовой информации. Так что 31 декабря 1925 года в Хомельщине, это был часть Российской Советской Социалистической Федеративной Республики, все было на русском языке, один день попозже ушел в БССР, и через 6 месяцев все должно быть на белорусском языке. Это привели к довольно сильной оппозиции, особенно среди интеллигенции белорусской. Так что, в принципе, те, the intended recipients, the intended beneficiaries, те люди, которые должны быть выиграть от этой политики, они, в принципе, часто не очень были в восторге от этой политики. Они, в принципе, не понимали, чему им менять свой язык. В принципе, и русский, и белорусский диалекты были не чужие, а были их. Так что, в принципе, это растражали, в принципе. О, я это сказал. А именно вот этот климакс, такой пик этого белоруссизации, было объявление правительства БССР, что они будут дальше белоруссизировать те два дивизии Красной Армии, которые находились на белорусской территории. Что они будут перевести свои активности, свое язык, командование с русского на белорусского. И это большевики, с этим большевики не могли согласиться. И в то же время были, начались довольно-таки репрессивные, авторитарные влияния и в Литве, и в Польше. Песуцкий вернулся к власти в мае 1926 года, сметонос привлек государственный переворот в Литве, в Каунасе в декабре 1926 года, и одновременно Сталин консолидировал свою власть. И Песуцкий, он начал придумать довольно деструктивные польско-национальные политики. И разрешал, но начал экспериментацию, особенно в Валим, открывал там украинские, разрешал украинские гимназии, украинские образования, именно чтобы играть в эти игры, как играли большевики. Если Сталин и волшевики могут эту игру довольно успешно играть, тогда мы тоже можем переигрывать сердце и мозги белорусов и украинцев и использовать эту политику, этот пидмонд принцип против Сталина. И если бы Сталин сам был самым инициатором этой национальной политики, это, конечно, сейчас была угроза самая для Сталина, которая положила довольно сильную оппозицию от старых большевиков. Зиновьев лично его сильно критиковал, с национальной политикой, которую он считал довольно-таки опасным, отступ от большевических принципов. И сейчас они могут показаться, что эта политика не усиливала советскую власть, наоборот, это основали настоящие, потенциально довольно небеспечные украинские и белорусские националисты. И с 1929 года Сталина начал менять политики белорусизации, украинизации, татаризации, единицизации и так далее. И те активисты, которые очень сильно влиялись, которые сильно принимали это, участвовали в этой белорусизации, сейчас, после 1931 года, уже были подозревательны как опасные буржуазные националистские элементы. Вот. И это другой вопрос, конечно. Ну вот. Появились как результат этой политики две традиции. Один, традиция БНР. Вопрос, который до сих пор довольно такой ссорный, такой болезненный еще в Беларуси, такой, наверное, контроверсивный. Было БНР государство или нет? Я знаю, что это контроверсивный такой спор об этом. Но все-таки я бы не могу сказать, что это настоящая республика была. Это никто, очень мало странов, или вообще никаких странов не признавал. Напечатали паспорта, но не были такие пограничники. Напечатали почтовные марки, но, в принципе, были почтовные службы. Но все-таки, как идея, была очень мощная идея. И даже если это государство не было очень влиятельным тогда в 18-м году, сегодня его понимание, влияние стало намного больше парадоксально, чем было тогда. Так что Беларусь в 18-19 году и в 20-е годы появились эти две параллельные мифы. Я думаю, что Беларусь может быть исключением Украины. Беларусь имеет рекорд, никакой другой международной страны. Мы столько объявлений государственности, как Беларусь. Шесть. А все-таки... Еще больше. Нет, еще больше. Не все были во имени украинского народа. Были такие всякие народные республики, такие... В принципе, это сложный вопрос. Все-таки парадокс. Очень много таких попыток основать белорусскую державность. А все-таки... Что определяет белорусский наш лист сегодня, и Беларусь сегодня, что сравнивая с их соседями, конечно, с Латвией, с Польшей, с Западной Украиной, с Литвой, которые белорусские... Ну, наш риск в Украине, науке на Беларуси, слабее с сравнительными странами. Так что два традиции. Можно оба называть протостейт. Как это протостейт? Скажем? Протогосударство. Протогосударство, да? Назвали традиции. И вот до сих пор два традиции появились. Моя хорошая знакомая, мадам Сурвиля, сейчас читает свои приветствия белорусскому народу на самый важный день белорусского народа, День воли, 25-го века. И другая традиция появилась до сих пор. Сейчас, я говорил, один час, две минуты. Это уже слишком. Больше час используют, чем вы очень щедро предлагали. Так что, конец. Спасибо. Когда мы говорим про национализм, любый национализм, он ватуется на массойной повести, на эмоциях, почутках, пожарствах. И историку, в принципе, должны вельми складанно отримывать дистанцию. Потому что, по сути, это, снова же, пресса историка, иметь, ну, некую отлеглость от того, про что ты рассказываешь, про то, что ты описываешь, как бы не стать, там, неким агентом, проводником, пропагандистом и так далее. И, Тимур, спер, ты сказать, как складывались твои эмоциональные особисти, относимые к белорусским национализмам? Где ты его спочуваешь, где ты видишь что-то абсолютно некое? Речь, на какую можно глядеть в позиции, по-моему, марсианина? Как особисто ты ставишься к белорусскому национализму? Ну, я, так скажем, это очень скучный ответ, но ничем. Я не против, я не за. Не интересует этот феномен. Интересует феномен национализма сама, да? Я не трактурую это как, я знаю, конечно, особенно сейчас, имея в виду, что происходит на Украине, что это невозможно дискутировать, это такое появление без политики. Но я старался, я имею никакое личное отношение. Ну, конечно, моя жена литовка, это почти белорусская, но я еще не имел литовскую жена, когда я начал мою работу над Белоруссией. Ну, в принципе, мне было интересно просто это. Это начало просто с желанием понимать этого феномена. Как вообще, я стал интересоваться белорусскими делами, после того, как пришел к власти Лукашенко. Как просто это понимать для меня, просто интересно, в регионе Европы, где национализм просто хегемонический. В Польше тогда было еще до Качинских. Как может быть, что страны Прибалтики, как Польша, как Западная Украина, понимают историю совсем по-другому, и совсем по-другому отношения к национализму. В Белоруссии там было спокойнее, и начались, по-принципу, даже не самые важные влияния на политику. Просто как феномен, я к этому отношусь, как это конструктивный процесс. Национализм может быть и очень неконструктивным, и может быть конструктивным. Это может быть и левым, и может быть и правым. Что мне интересуется белорусским национализмом, это просто как люди начали развивать какую-то идеологию, какую-то политическую программу во имени белорусскости. И как последний, в принципе, народ Европы стал этим интересоваться. И просто как... Как отличался белорусский национализм от польского, и от русского, и от украинского. Это не было достоинства. В принципе, я... Когда я занимаюсь на то, что она из истории Волокорского, например, польско-украинские отношения в Валюин и в бывшие кризисы нехода, но в Украине, там те люди, которые совершали довольно-таки страшные нарушения права человека, тоже называли себя украинцами. Организация украинских националистов. Тогда национализм, это не только желание основать государство, это то, что была программа, а фритансовая, модопартийная, тот и так не достать, это что-то другое. Потому что надо определить, что такое наш муницип. Поэтому я стараюсь объяснить, старался объяснить, что если говорить о том, что Тарашевичем, например, уже трудно сравнить с Тарашевичем, например, с Ромашем Керычем и Бандером, это совсем другие политические программы. Они все-таки, они верили в идею общего и построения общего национального мира. Но, в принципе, это... Может быть, сам термин националист довольно проблематический, потому что это может... It means everything in other. Это все может означать и нечего. Так что, в принципе, это надо уже определить. Керпетрустск, на сути, но, в принципе, ничем. Я считаю, что это очень интересное появление, и их история, в принципе, неинтересно. Пока расскажу. Скажите, пожалуйста, посоветуйте белорусским историкам, какие новые темы, новые проблемы в плане белорусского национального движения можно открыть сейчас, изучать? На что можно обратить внимание? И второе, если можно, вопрос, почему 31-й год вы заканчиваете? Ведь все-таки национальное движение Западной Беларуси в 2000 году развивалось, при этом еще нужно не забывать, Латвия была очень сильная белорусское движение, но 31-й год как-то режет глаза, честно говоря. Ну, сложный комментарий, если я начинаю за другие питания. Вот я сейчас пишу продолжение этой книги, хочу писать про Беларусь, присталинизм. Для меня в Беларуси в 31-й год это был год, когда стрелял себя в Игнатовске, закончил себя самоубийством. Игнатовске, вот начали процессы, вот это в принципе, это год, когда по-настоящему сталинские репрессии начинались в Беларуси. Конечно, национальная мобилизация продолжалась, и даже белорусизация, можно сказать, продолжалась в 34-м году. Ну, как скажем, как живое феномен, как живое такое явище, очень трудно говорить о каком-то независимом, потому что культурная автономия, в принципе, уже тратилась после 30-го года. Хотя, конечно, продолжали развивать белорусские институты и так далее. Так что, в принципе, у меня была такая идея и до 36-го года, 31-го года, потом 31-го, то 56-го года. Все ученые должны быть делать какие-то артифициальные, такие, искусственные, такие, на начале, конечно. Я так думаю, в Польше точно было очень трудно говорить о независимом, такие, настоящего, живого, белорусского, национального движения после 30-го года. Были, но все-таки, это 20-е, я хотел просто понимать этот процесс в 10-е и 20-е годы, как вместе, в 25-е, в 15-летний период. Здесь уже с собой ваша первая. Что посоветуете вот нам в плане, что новое можно открыть сейчас в проблеме белорусского движения? Вот я, 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 читал, что, я, присылал свой книг, он недавно, в 3-10-моносадовой в Вильнюсе, и там, там, Дарь, ставил нас, тоже, что там нового, что там нового, да? Несколько раз, что, 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 я, надеюсь, я могу предложить это новая интерференция, новая понимание, в принципе нету вообще, как я начал писать, что вообще нету книг в этот период на английском языке, чуть не было на английском языке, да? Так что я стараюсь понимать это, как это начало странное решение, и почему не продолжалось просто в 31-м году, почему был такой уникальный на Беларуси. Так что я надеюсь, прилегать новый такой перспектив, но что такое новые перспективы, в 20-е годы, недавно в Абельниусе сделали доступное довольно огромное количество материалов процесс против белорусско-связанской работы с Грайхармадан 28-го года, и это действительно новые материалы, так что мне пришлось переписать одну статью, одну главу об этом, но это огромное количество материалов, и довольно много этих материалов еще не организованы, и это даст нам возможность больше в этом понимать. В принципе, я думаю, что надо понимать, что Беларуси начались вместе с другими националистическими движениями. Если удачны ли это, это просто читатели, просто читатели это судят. Потому что, из чего уже такая задача, варто было бы написать и интеллектуальную историю, или по истории идеи белорусского национализма. То есть, откуда пошли, откуда были запозричены идеи, идеи, которые развивались, потому что, по сути, такого нарысу интеллектуальной истории белорусского национализма до этого часа нема, а варто было бы зарабить. Тут это, по-моему, было бы пытание. Я, может быть, чуть-чуть не под теми, но каким вы видите нашу будущую историю, скажем, 10, 15, 20 лет? Есть какие-то идеи, где окажется наша страна? Это вопрос, связанный с событиями на Украине и вообще в целом. У историков Путина мало привилегий, но один из привилегий историков, это мы занимаемся прошлым. И, честно говоря, вот эта ситуация на Украине сейчас, я не видел ни жёного эксперта, который предсказал, что Россия аннектировала Крым. Это просто никто не предсказывал. И ещё в 80-е годы очень много людей предсказывали, скажем, в 85-м году, что Советский Союз через 6 лет не будет. Я не знаю, но что мне кажется, что парадокс, что сегодня происходит национальная мобилизация в Беларуси. Парадоксально. Может быть, это не мобилизация, которую хотели активисты БНР. Может быть, нет на белорусском языке. Всё-таки сегодня растут поколения, которые привыкли к такие, сам-таки, такие, такие, everyday, самый-таки простой банал-нашлисм. Майкл Биллик писал об этом банал-нашлисм. Сам-таки, ежедневные такие поведения, что вы посмотрите не советская погода, а белорусская погода. Вы поставите там постовую марку, если вы пользуетесь постовую марку на коверах, белорусский, да? Интернет-портал .be. Сейчас уже 25 лет, новые поколения растут, которые привыкаются к этому. Может быть, государство не имеет это содержание, которые более активные такие слайды, национальные судомые люди хотят, но всё-таки идея белорусскости, я бы сказал, сегодня намного, намного сильнее. Не можно сравнивать даже с 90-м году. Сейчас большинство белорусов считалось собой белорусами. Отчасти, тем большинство, ещё в 89-м году в Сосопросе 69% белоруссии считали себя советскими людьми. И в референдум 17 марта 91-го года в Беларуси больше, чем во всех других республиках, ну, если мы смотрим на Центральную Азию, там 81% голосовалось то, что они хотели остаться в СССР. Сегодня мы, наверное, другие номеры получили. Так что, в принципе, какое-то что-то белорусского там сейчас появляется. Может быть, какая-то креольская идентичность, о которой Рябчук пишет. Но всё-таки Беларусь станет, парадоксально, более и более национальнее. Добрый день. Я бы сказал. В прошлом, Александр Юрьевич Круг. А не складывается у вас впечатление, что на самом деле белорусских представлений вот несколько. Вот есть какой-то фантомный национализм, очень политизированный, ангажированный и сплетённый фактически вот из каких-то отголосков идей окружающих нас национализмов, что самое интересное даже с каким-то имперским накалом совершенно бешеным, при полном отсутствии штыков мы хотим покорить людей. С другой стороны, есть культурный национализм, который действительно как трава растёт снизу, это люди, которые тихо, без помпы творят белорусскую культуру, учат детей, создают что-то, что будет длиться в истории. Совершенно верно. И это, что было интересно с ранним, так скажем, белорусским национализмом, это было то, что были такие этнические, я бы сказал, прямо российские националисты, как Роман Тмовский и был Михновский в Украине, белорусские иранные националисты в принципе отлиялись от них, они в принципе от откровенного расизма, такая ненависть к другим людям, там довольно редко бывает. В принципе, я бы не сказал, что это такой civic национализм, гражданский национализм, но все-таки они способны белорусской культуры, белорусской язык, все-таки выключают это же, они часто считали, что евреи были такие, и то, что литовцы были их такие братья, или такие союзники, так что они были в отличие от народовой демократии в Польше, которые определили евреи как их оппоненты, или русские как их противники, в белорусском национализме такого не было, так что, было такое спокойное, такое, было такое, это, наверное, тоже наследствие краевское, или даже западно-руссийское мышление. Но есть очень много, и в Белоруссии, я бы сказал, что делает Лукашенко сейчас, в этом понимании, есть националист, он использует националистические, такие, ну, он даже стал интересоваться Белоруссии, Белорусская народная республика, и даже, если в 90-е годы их критиковали как пособники фашистов, и так далее, после 2008 года, он даже стал интересоваться, организовали семинары, и толерировали, по крайней мере, БНР, и хотели интегрировать в своих таких программ, может быть, под давлением, под влиянием более и более сегодня агрессивного российского правительства. Так что идея Белоруссии, это тоже аспект национализма, те, что Лукашенко сейчас занимается, я был там, я думаю, что ни в каком европейской стране, где я был, я видел столько таких официальных представлений национальности, там гимн Белоруссии, там флаг, герб, в Швеции ты нигде не видишь король, там национальный гимн, флаг продается, там, вот это Фабриц, он пользует это такие национальные программы, хотя иншопрограмма, чем, наверное, Пастняк или Паннисервилла в Отома, хотели бы смотреть, но все-таки это разновидность какой-то национализма, и поэтому надо иметь широкое понимание национализма, не только одно. Прежде всего, спасибо, что прочитали инвеструю лекцию, спасибо организатору за такую возможность. У меня несколько вопросов к вам. Только короткий. Только короткий. я помню, раньше ваш тезис диссертации был доступен в дискачивании на академию, сейчас не могу выводить, да? он был я, вот, я, потому что читал текст, сейчас хотел точно поверить, поэтому не могу ошибаться, но, сколько помню, там еще в обведении такой факт упоминался, что во время числых на счет процента уничтоженной интеллигенции в других странах, потому что я, например, в грузинских коллегах слышал, что людям не больше доля. Это первый вопрос. Второй вопрос, мы уже обсуждаем национализм как идеологию связанную с разными мифами и так далее. Насколько, скажем, концептуально правильно в плане, скажем, школьного учебника, да, было говорить о том, что в случае Беларуси и Украины фактически первая и вторая мировая война они слились воедино, потому что после Первой мировой и прошедшей там возрухи и многих перетрубаций, позорный Рижский июльный договор, когда две страны стали подземлены между времен другими государствами с имперской националистической политикой и лишь после Второй мировой войны одна из стран консультировала полностью территорию. Сколько вообще права на такую идею Беларуси продвигать? Нет, ну вот я отнялась от академии моей докторской диссертации, потому что я полностью переработал табалет вода это всегда такие компромиссы надо делать. Там было такое введение истории про национализм, теоретические основания, которые я просто отобрал, потому что издательства не хотели. Они в принципе хотели, я сказал, а ты не можешь писать нам учебник, как писал историю в Украине, пишите нам историю Беларуси, просто это мне учебники не очень интересны, просто я хотел бы сделать компромисс, просто для общего понимания, что такое в Беларуси. И в принципе я бы хотел, я вернусь скоро в Беларусь, я хотел больше работать с темами сталинской репрессии. В принципе, до сих пор есть очень много вопросов сталинской репрессии. Мы точно не знаем Игорь Костнецов дал очень высокий номер, полтора миллиона или что-то. И тогда включают все люди, которые были репрессированы, то есть арестированы, депротированы. Сколько людей были расстрелены, мы точно не знаем, но в принципе протокол скажет около 30 тысяч. Но все-таки это все номера довольно спорные. И эта информация о том, что 90% белорусских интеллектуалов были расстрелены. В принципе до сих пор мы не имеем точных номеров. И очень много из этой информации из довольно заангажованных западных эмигрантских джерелл. Там был такой институт студии Советского Союза в Минчине во время холодной войны. В принципе все эти как это в русском скажем гестимет это привлекатель национальный процент. Да. мы не знаем просто. Но в принципе я бы хотел дать хороший вопрос хороший ответ на этот вопрос. Надеюсь найти архивы там просто это я просто отнял этого. Потому что это после 31 года и мне надо больше поработать с джерелами с источниками. И наверное надо понимать я согласен первая и вторая война надо понимать как кассивности как одна война с цеперированным. Потому что невозможно понимать вторая война без первой. конечно они во много особенно что касается Беларус немецкая оккупация первой мировой войны ни в коем случае может сравнить с второй мировой войной но все-таки выбух начальника войны невозможно понимать без этого. И поэтому в Беларуси тоже особенно в Беларуси как относится к этому с 30 39 года это в принципе это в одной стороне это воссоединение с другой стороны тоже довольно такие multifacеты много стоял посоли до 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 И хотелось бы сказать, что ему, как я делал, он, по-моему, в своей карте, вверхшем с имени Николасова, по-моему, еще настигаем, я не поменяюсь, вышла в начале 1983 года. Но это очень важно, потому что, особенно в это время, кто туда историю Беларуси для замужных студентов. А я уже не столько времени, то есть, относится личное обновление, особенно, что пишите, свяжите на вою, которые вы делали на консультации, веке, в основном, нашла в Киеве. И мне удалось, что вы за марта, когда вызвали немецкую плацию, то есть, шанская, шанская, шанская война, и мне кажется, что военные покрытия были белорусские национальные группы, но подвижены для них, так сказать. И все результаты у меня появились с пунктом того, подковали в Киевнице, что ты считаешь, 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 что ты считаешь. И особенно приятно вас видеть тут. Приехали из Канады, там она сейчас пишет очень интересную диссертацию при моей бывшей руководителем в Канаде. Так что просто не верится, что мы там встретимся, мы видели три недели, там они садят в Нью-Йорке в этой конференции. Да нет, ну вот, они не unconditionally гиб по Державали, безусловно. Они, в принципе, paid lip service, я бы сказал. Просто там, в принципе, я использовал там первое версие, это конечно был центральный часть моего аргумента тогда, сейчас есть, возможно, для литовского центрального государственного архива, посмотришь эти фонды немецкой оккупации. Я, в принципе, цитировал Виас Нурлевитчус в книге, который довольно такой очень, очень, очень детально это снималось. Но там есть еще сейчас другие материалы. Особенно вот в 500... Окей, забыл, забыл фонд. Но есть сейчас в Вильнюсе эти документы, и даже такие счеты и инструкции, как инструкции немецкого местного правительства, как они поддерживали именно лостовского, именно братья Лестовцевича. И там тоже есть... Я там не работал, но в Вильнюсе, в Вильнюсе, там есть эти материалы. Но я просто... Это не может быть далековато от среднего, такой аргумент моей диссертации. Но я бы советовал в Вильнюсе подряд. Но это конечно не касается Восточной Беларуси, а только вот Land over Oost, так что в Виленщине и Белосточной Гроденщине. Я, на протяжении 30 секунд, хотел бы, так сказать, за Вас отказать на о том членовом питании, о том, что мы снимаем на питание, я ему на конкурс, значит, обрисованы от Куль Звездки, и от Мула Звездки, с моей книги, вы не понимаете, начали это. Советские доследчики, в свободной части их относительно Ельцинске, значит, на протяжении нескольких лет, показали, что около 2200 литераторов в СССР было репрессировано. 2200, это две тысячи. Это их освоить сведения. Я посмотрел, увидел, пофамильно есть книга, 400 с чем-то белорусских литераторов. Отсюда вошло, что плюс на население там 10 миллионов, у нас получается репрессировано 80-85% литераторов, в Беларуси. Тоже самое я сделал в Украине, там где-то 30-35%. По России я был шокирован, репрессировано 10%. То есть своих, понимаете, только на словах. По Грузии я встречался в Москве с грузином, он сказал, что у нас нет тотальных исследований, потому что у нас, как мы сказали, не росло, что у нас произошло. У нас тогда просто не так шмачасно сталося, просто тогда это какие-то какие-то мере дискуссии. Приласков, когда не наступны. Какие, на ваш взгляд, зарабили белорусские националисты выводы из истории первой СССР? И что уплывало на их деяние в другой СССР? Часто мои лета еще в таком-то скитсах, да, это еще не готово, конечно, эту книгу далеко не готово, но недавно, в 2005-2007 году рассекречивали американскую контрразведскую ЦРУ очень много материалов в связи с так называемым «Nazi and Japanese Imperial War Crimes Act». Так что ЦРУ очень тесно сотрудничествовал с украинскими националистами, с литовскими, с русскими, с хорватскими и так далее. И самая такая удачная программа, которая проводилась очень долго, было сотрудничество между ЦРУ и ООН за кордоном, то есть группой Миколи Лебеда. С Бандеровцем не хотели сотрудничества, они были очень-таки компрометированы. Лебед, конечно, тоже был довольно проблематический, но все-таки официально он признавался демократом. Так что украинского национализма есть было много. А ЦРУ тоже работали с группой Абрамчика, БНР, БНРовцы. И там есть куча документов. В принципе, группа Абрамчика была довольно малочисленна, сравнивая, конечно, с литовскими, особенно с украинскими националистами. Я не знаю, если они... Об этом придется думать, если они выучили какие-то уроки со временем Первой мировой войны. Оккупация была настолько другая, настолько страшная во время Второй мировой войны, что, если можно говорить о белорусской, националистической активности во время Второй мировой войны, что поразит... И особенно, если посмотришь на ранний период войны, в 1941-1942 году, что коллаборация, это тоже проблематический термин, но сотрудничество с немцами в Белоруссии было довольно маленькое. Там немцы имели проблемы найти местных палачей, местных карателей. Так что очень много из них были привезены из Прибалтики и из Западной Украины. Так что, в принципе, я не знаю, если это опыт Первой мировой войны, много евреев, когда немцы пришли, даже приветствовали немцев. Они помнили, что еще во время Второй мировой войны, особенно религиозные общества еврейские, они помнили, что они довольно хорошо к евреям относились. И, конечно, жили... Но это в Восточной Белоруссии. Что касается местных коллабораций, довольно мало было. Я не знаю, это было связано с Первой мировой войной. Это тоже их опыт был, что те люди, которые вмешались в политики, раз советское правительство угощало их, предложили, давайте мы открываем сейчас белорусский национальный дом, университет, газеты. Те, которые отвечали позитивно на это, их карали во время 30-х годов. Потом они, как бы, пришли немцы и стали опять нагарать. Так что их... Для многих белорусских, не только националистов, они просто такие самые простые люди. Они просто... Был такой опыт. Чем больше мы вмешаемся в политику, тем больше помешается возможно, чтобы что-то плохого случается. Так что немцы, как их запрашивали в своих родах, они тоже, да вот... это... может провести проблематические такие... результаты. В принципе, те люди, которые коллаборировали во время Второй мировой войны, такие, в белорусской обороне, в союзе белорусской молодежи, они, в принципе, люди, которые родились в 10-е годы, и в 20-е годы не имели такие личные такие опыты Первой мировой войны. Но были, конечно, те, которые имели, как Куржал и так далее, да? В принципе, это такой... континуум, в принципе, трудно видеть. Ну, это я сейчас только начал этот проект. Так что, через пять лет мы еще будем это ждать. Да. Посмотрим. Хороший вопрос, кстати. В общем, вы знаете, у вас, я социолога, в первую очередь, историка. В чем в виде современного ищенного того, что белорусское общество, то есть белорусская нация оказались в эпоху парад национализма в 19-м веке без ключевых страт социальных, которые не позволили белорусскому националисту и национализму стать лучевой силой 19-ми, а только обращаем 20-ми. Ну, и лучевой силой, больше, 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 больше. Почему в Беларуси осталась без основных социальных страт, допустим, аристократии или интеллигенции, которые должны были двигать белорусскую национализму? Ну, это тоже наследствие процесса, я не знаю, если вы читали книгу, а книга, которую я очень люблю, Тимота Снайдера «The Reconstruction of Nations», он, он, это, я тоже есть на русском языке, тоже. и на Беларусском опер-плате, так само. да, это очень хорошая книга, мне, очень, очень, был такой инспиратор для меня, он напишивает о, девятнадцатом столетии, да, что после, ну, пришлось, процессы элиты были либо поленизованы, либо русофизованы, и они, были такие периоды, были в шестнадцатом веке еще люди, я бы сказал, на старом белорусском говорили, но они вошли в направлении сначала через литовское и польское, так что местные, местные элиты, в принципе, если были католики, они, в принципе, ассимилировались в такую польскую интеллектуальную культуру, православную в российскую, и церковь, особенно православные, были особенно агрессивны против белорусского национализма. Рево-католическая церковь их толерировала до двадцать пятого года, не поддерживала, но толерировала, после этого конкурдация между Польшей и Ватиканом, выгнали белорусские националисты из хирургии церковь. В принципе, они были ассимилированы, ассимилированы, так что были такие слайды, что не развивались потом. Так, второе вопрос. Скажите, почему очень слабо использованы работы Пашкевича и демократного строительства по соответствию государственной деятельности? Нет, нет, это, вы знаете, работы, академические работы длинные процессы. я начал работать в 2003 году и потом пришлось перерабатывать несколько частей. Там, кстати, довольно много людей, которые высоко ценуют, которые недостаточно использовали. Это не сознательно, это просто так появилось. Я перерабатывал несколько частей, там были перерабатывания рукописи, там были части, где я цитировал Пашкевича больше, которые отняли, потому что редакторы сделали несколько коротень и просили меня сделать больше детальных читателей. и меньше тут. Так что это не сознательно. А его работы появились довольно интересные работы в последние годы, после того, что это в старом форме защищалось в 2009 году. Так что его работы выключали в свою новую книгу, в которой я спешу. Валентин, я думаю, что все равно это прогресс, в сравнении с Томити Снайдером, который написал и свою книжку «Реконструкция нации», фактически не спасла на процесс белорусских историков. Так что тут уже дружку лепши стало. И тогда еще вопрос. Пожалуйста, рассматривали вы тот феномен, что белорусские политики с начала XX века были федералистами и в конце цель Белорусского монетарного государства появляется достаточно плохо. А это связано с теми процессами, которые мы тогда провели национализм. В книге не очень сильно занималась эта проблема федерализма. Но мы вместе с моей коллеганкой Доротой Михайлов пописали недавно статью именно про этого федерализма в «Journal Белорусской стране» в этом году появилась. Это очень важный вопрос. Просто пришлось это я не включил книгу. и упоминали в лекции цикличность истории истории что это через 300 лет речь восполитая восстановилась на этот период. У меня такой вопрос замечательное обнутение. Вот 60-е годы есть у нас столетия 70-е 70-е то что в нашем периоде называемый кровавый потом когда чайское праве страну и множество уже то же самое сейчас россия и восточное партнерство которое было организовано собственно кольче и Швеции привели вот к тому аналогию замечали что вы думаете в таком цикличном столбе 300 лет спустя те же самые странные которые решают судьбу страны об этом может быть какие-то параллели но трудно сравнивать такие опыты 17-го века сегодняшнего века конечно можно найти параллельно может быть немножко под рамками моего вопроса можно я еще дам питание снова когда мы сгадываем про Домитину Снайдера то есть книга про Хенрика Язевского Волинского воевода который классно занимался политикой украинизации и он проводит достаточно документы о том что польская выведка активно в Советском Киеве то есть много людей было утяжгнуто в агентурную прессу в польской выведке сейчас докопаться до архива и безразуметь в какой ступени польская выведка денчал у советским Минску в двадцатые годы потому что в тридцатом уже наврате мы можем докопаться в архиве до этой информации да я очень хотел посмотреть в принципе у меня были довольно большие проблемы фальшив доступ до архива Республики Беларусь иногда были возможно фальшивные документы через нарп иногда были копии которые могли найти в архиве на Украине и в Литве в принципе архивы иногда ситуация иногда немножко компенсована было бы очень интересно посмотреть эти документы довольно много об этом опубликовано в Польше об этом как-то второй департамент про польские военные исследования там есть материалы и надо было бы сравнивать эти документы с документами двадцатых годов с Украиной с Белоруссией мне кажется я лично не занимался документами двадцатые годы мне кажется мое понимание есть и мои украинские коллеги сказали что довольно много документов что касается по крайней мере польской контрразведки на Украине либо исчезли во время Второй мировой войны или были частые документы которые были приведены в Москву в девяностом в девяностом году было бы очень интересно посмотреть это мы довольно много знаем через польские контрразведки но это надо это тоже отдельную студию это может быть еще одной сторонкой истории глобского национализма было в речении и литовские контрразведки это доступнее но на литовском сочинение литовской контрразведки это уже публикуется потому что Андрей Черняхевич занимался этой тематикой про финансирование партизанских прорадов которые финансировались на вопрос Ковинским Радам так кайласка еще может кто из тех кто не задавал еще пару вопрос у нас осталось одно ну когда Александр все мы хотим сказать а связи между немецкими органами власти которые произошли в 2018 с Беларуси застались или заховались в начале 30-х годов в принципе Беларусская народная республика сначала поработали в ПК и потом конечно литовцы их не выгнали но просили звонить страну они в принципе работали тогда уже в 2005 году много с них вернулись в ДССР а те которые остались в принципе они остались в праге и там были конечно там я это это специально не исследовал но в принципе во время Второй мировой войны там там они пригласили Абрамчика и Островского чтобы быть редакторами газеты Равницы в Берлине это было ясно явно построено на традиции уже было сотрудничество между белорусскими студентами и поддержка от в конце 30-х годов и после того что после того что Германия отвоевали райском райском комиссаре эти белорусские студенты которые там остались белорусские активисты Абрамчик и Островский они их привели до Берлина так что там есть какие-то связи когда они восстановились какие отношения между белорусскими группировками и Абвером и когда это началось я это еще не изучал но это совершенно невероятно что такие отношения были потому что Абвер тоже работали с всякими украинскими группами группами в Балканах с хорватами такие связи были бы но в принципе они не видели белорусских националистов очень важными союзниками довольно маленькая группа но после 1939 года и особенно после того что это было ясно что они начали планировать Барбаросса тогда они опять стали довольно важливыми и они были довольно активными со 40-го года напечатали там там были такие вечерние школы там были такие круги там они занимались белорусским националисты напечатали учебники которые первый раз видели в Канаде там они сохранились в личном архиве Ивана Лишака Родицкого и сейчас есть архивы в Альберте так что там был довольно живой такой округ белорусскими патриотами и те люди которые потом стали руководящими слайдами БМР но сам по себе это очень интересный вопрос я бы хотел это сейчас немножко внимание за такую изместовную лекцию отец 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 отец